В эфире итоговый выпуск телеканала ТВЛ. Здравствуйте! В студии Татьяна Пыренова. Прямо сейчас мы вспомним главные моменты уходящей недели. В рамках контроля за ситуацией с коронавирусом в Электрогорске под руководством главы города Дениса Семенова создан и работает оперативный штаб. В него вошли заместитель главы администрации, главный врач больницы, представители соответствующих служб и организаций. В ежедневном режиме ведется контроль за нераспространением инфекции и применяются все возможные меры, чтобы ее не допустить. На сегодняшний день, на 10 апреля, у нас в городском округе Электрогорск всего лишь один подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Как только мы узнали об этом случае, мы тут же нашли телефон этой женщины, связались с ней, узнали все подробности. В этом случае человек работает в больнице в городе Москве, и, соответственно, в Москве у нее взяли анализ, и как только пришли результаты анализов, нам Роспотребнадзор сообщил эту информацию. И мы, соответственно, уже с нашей городской больницей выработали мероприятие, а именно, уточнили ее самочувствие, вызвали службу скорой помощи, и, соответственно, человека разместили в региональной больнице на лечение. То есть в настоящее время она находится за пределами города Электрогорска, в другом муниципалитете, и проходит лечение, и надеемся на ее скорейшее выздоровление и поправку уже. Каждые 12 часов мы проводим штаб. Штаб у нас с 9 утра в администрации, и в конце рабочего дня для того, чтобы можно было подвести итоги уходящего дня и поставить задачи на новый день. Наша главная задача сейчас — это по-прежнему соблюдать режим самоизоляции. В зоне риска у нас также жители старше 65 лет и люди, которые имеют хронические заболевания. Нам очень активно помогают наши волонтеры. Это четыре добровольные бригады. Одну бригаду у нас возглавляет Шилкина Елена, молодой гвардии партии «Единой России». Вторая бригада у нас от общественной палаты и от лицея Павла Олеговича Грязнов. Третья бригада у нас от молодежного центра Черналова Алена Андреевна ее возглавляет. И четвертая бригада, созданная Романом Игоревичем Тикуновым, представителем совета депутатов, которая тоже также оказывает содействие в социальной защите. Если есть у вас определенные трудности характера, связанные с покупкой лекарств, с покупкой продовольственных товаров, или вы оказались в трудной жизненной ситуации, необходимо звонить в социальную защиту 32056 и 32057. Два номера на сегодняшний день работают в социальной защите, для того, чтобы вы могли сообщить о той или иной проблеме, которая у вас существует. Социальная защита уже связывается с волонтерами, волонтеры уже оказывают такую помощь. Если вы имеете трудности с дозвоном по телефону социальной защиты, пожалуйста, обращайтесь на телефон горячей линии 37757, телефон. Все заявки мы также отрабатываем практически в ручном режиме. Сейчас очень большая нагрузка на наших врачей, поэтому у нас существует такая ситуация, что у РВИ, острая респираторная вирусная инфекция, никто не отменял, у РВИ также люди болеют, заболевают. Такая же симптоматика – это тоже температура, боль в горле, заложенность носа. Люди переживают, вызывают скорую помощь, думают, что у них заболевание коронавирусной инфекцией, все чувствуются тоже беспокойно со стороны людей, поэтому переживать не надо. У нас сейчас скорая помощь тоже работает в усиленном режиме. Если врач принимает решение о том, что необходима госпитализация или есть по признакам заболевания коронавирусной инфекцией, то, соответственно, дальше уже вырабатывается решение о госпитализации такого человека и, соответственно, оказании ему всей необходимой первой медицинской помощи. У нас в городе идет пошив изготовления масок. Из того же материала, которым изготавливаются медицинские маски, на сегодняшний день нам помогает компания «Коркэс» и помогают нам, можно сказать, тоже люди, волонтеры, работники наших образовательных учреждений и обычные жители, кто также подключился нам в помощь пошиву масок. Маски нужны каждый день, поэтому мы сейчас получаем эти готовые продукции, раздаем их, соответственно, в первую очередь тем, кто контактирует с людьми. Это и медицинские персоналы, и полиция, и социальная защита, и наши волонтеры, дети, которые оказывают помощь населению, и всем, кто сейчас нуждается, и также в управляющей компании. Если у вас есть необходимость, если вы ходите за продуктами или на работу, вам требуется помощь маски, у нас есть небольшой запас, мы также можем вам помочь. Поэтому можно обратиться на нашу горячую линию, волонтеров мы попросим, они вам привезут эти маски. Сейчас мы также такую помощь оказываем всему населению и жителям. В целом ситуация спокойная, стабильная, но если мы дальше будем пренебрегать теми условиями, теми предписаниями главного санитарного врача и то, что нам дают, какие нам дают задачи региональное правительство и президент, то ситуация может измениться. Поэтому режим самоизоляции необходимо соблюдать, и нужно быть максимально осторожным и беречь себя. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы у нас в Электрогорске ситуация была стабильная. В Электрогорске в условиях действия особого режима большинство предприятий продолжили работу, но с учетом новых санитарных требований. А некоторые из них даже сменили свой профиль работы. Как в Электрогорске налаживают новое производство, расскажет Анна Вязгина. Компания «Корг-С», занимающаяся производством лакокрасочных материалов и пошивом спецодежды, временно перепрофилировала свою работу. Сейчас на производстве шьют один из самых дефицитных товаров – защитные маски. Главная задача – обеспечить необходимыми средствами защиты тех, кто находится на передовой, и отвечает за жизнеобеспечение городского округа – врачей, сотрудников полиции, коммунальных служб, волонтеров. «Корг-С» на сегодняшний день – единственное предприятие в городе, где имеется все необходимое оборудование для пошива масок. Сложно ли было перепрофилировать ваше производство? Ну, не совсем. Справились за один день, все внедрили, разработали и начали работать. Глава администрации города, Совет депутатов во главе с председателем Романом Тикуновым обеспечили производственный цех материалом для пошива масок. Сама маска состоит из синтетического полимерного волокна, далее фильтр-слой, после марля. Приезжала сама глава нашей администрации. Все нам доставили вовремя, все старались, молодцы, прям вот они нас организовали. И мы, конечно, не отстаем от нашей администрации и стараемся помочь нашему городу, обеспечить масками наши жизненные, важные все организации. В связи с объявленным режимом самоизоляции, большее число сотрудников находится дома. Это многодетные мамы и лица старше 65 лет. Поэтому рабочий процесс проходит по сменам. Получили мы разрешение на тот контингент, который может работать. То есть маленьким коллективом работаем, соблюдаем все санитарные нормы. У нас проходит обработка утром, в обед и вечером. У каждого человека у нас есть специальные средства. Обрабатываем машинки, обрабатываем руки. Кстати, нас также обеспечили этими средствами. Все производство сейчас работает на обеспечение системы здравоохранения, волонтеров, фармацевтов, а также служб, действующих в экстренном режиме. За одну рабочую смену шьет около 250 масок. Но темпы производства стараются увеличивать. Помимо тех, кто работает непосредственно в цехе, лекала отправляет в квартиры к сотрудникам на самоизоляции. Для нас это еще надо руку набить. Набиваем. А потом дальше мы еще даем крой, готовый крой, и распределяем надомникам. То есть они нам помогают очень хорошо. Думаю, что мы постараемся в ближайшее время обеспечить наибольшим количеством, выйти на большее количество. Из-за сложившейся ситуации с распространением вируса в группе риска оказались пожилые люди. Они вынуждены находиться в самоизоляции и избегать скоплений людей. Выход из дома в магазин или за лекарствами для них – это риск. Волонтеры объединились вместе, чтобы помочь людям справиться с трудностями. Неравнодушные люди взяли на себя заботу о тех, кто сейчас остро нуждается в поддержке и для кого коронавирус особенно опасен – пожилых людей и всех, у кого есть проблемы со здоровьем. В городе создан штаб помощи, а присоединиться к армии неравнодушных может каждый. Волонтеры оказывают адресную помощь в том, в чем есть необходимость у конкретного человека. Самый популярный запрос – обеспечение питанием. Нуждающимся волонтеры привозят его на дом. Наборы состоят из продуктов первой необходимости – крупы, консервы, мука, чай. В мытищах наша территория забрала продуктовые наборы из расчета 32 набора. Доставили продукты и пустые упаковки. Наши волонтеры собрали все 32 коробки, и сегодня мы осуществим раздачу. У нас будет работать 4 бригады, и будут доставлять бесплатные продуктовые наборы жителям 65+, которые имеют право на государственную поддержку. Им, в связи с тем, что у них пенсия низкая, им соцзащита доплачивает, поэтому мы сегодня охватываем эту категорию. Списки нам предоставили отдел соцзащиты, мы эти списки распределили между 4-мя бригадами, и сейчас уже начнется распределение и доставка этих продуктов нашим жителям, которые нуждаются в поддержке. Каждый доброволец прошел строгий инструктаж – в квартиру не заходить, поставить коробки с продуктами и отойти. У каждого перчатки, маски и антисептики. Здравствуйте. Продукты. Так, вы немножко отойдите, я вам поставлю туда. Дальней степени? Нет, 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 надо ставить. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Спасибо. Дальше вам всего хорошего. Что вы были всегда. Дай. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Кроме этого, волонтеры оказывают помощь в покупке продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости. Добровольцы работают на безвозмездной основе. Им оплачивают только приобретенные товары по предъявленному после покупки чеку. Чтобы люди, находящиеся на самоизоляции, не испытывали информационный голод и были в курсе самых главных городских новостей, волонтеры доставляют в квартиры свежую прессу. Мы, как волонтеры, занимаемся не только раздачей медикаментов и продуктовых наборов пожилым людям, так как из-за изоляции они сами не могут их приобрести. Сегодня мы присоединились к акции доставки нового выпуска электрогорских вестей, чтобы пожилые люди были в курсе всех событий, происходящих в нашем городе, оставались дома. Электрогорские вести. Спасибо. Чтобы были в курсе всех новостей. Мы смотрим эту информацию. Чтобы сидели дома. Сидим. Да, сидите дома. Победы. Не болейте. Ни с кем не контактируйте. И больше никому дверь не открывайте. Добрый день. Добрый день. Возьмите, пожалуйста, свежий номер электрогорские вести, чтобы были в курсе всех новостей. Берегите себя. Не болейте. Сижу, хотя бы это, почитаю. Вижу, телевизор. Хорошо. А вы одна дома? Одна. Вот, читайте газету, чтобы не скучно было, не болейте. Принесите мне чего-нибудь вот сюда положу. Правильно, контактировать нельзя. Все бы так делали. Давно бы не было этого. В первую очередь добровольцы помогают гражданам старше 65 лет и тем, кто находится в группе риска. Однако, если вы младше этого возраста и оказались в сложной жизненной ситуации, волонтеры постараются вам помочь. Чтобы обратиться за помощью, вы можете позвонить по номеру отдела социальной защиты населения 3 20 56 или на горячую линию главы города 3 77 57. Будьте здоровы! Новости продолжит сводка ЧП. В ночь с 4 на 5 апреля приблизительно в 2 часа в магазине Пятерочка, расположенном по адресу улицы Горького, дом 10, была совершена кража. Злоумышленник заведомо шел на преступление. Надел маску и, вооружившись монтировкой, он взломал дверь магазина. Воспользовавшись тем, что его действия остались незамеченными, он похитил несколько бутылок с алкогольными напитками, после чего скрылся. По камерам видеонаблюдения видно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции. В городе в ежедневном режиме проводятся рейды полиции с целью проверки соблюдения жителями режима самоизоляции. Сотрудники управляющих компаний законсервировали детские игровые площадки. Общественные территории оградили сигнальными лентами. Следующее видео о том, как некоторые жители пренебрегают установленными предписаниями. На кадрах отчетливо видно, как неизвестный гражданин разрывает ограничительные ленты на воротах городского парка и беспрепятственно выходит. Получается, что он проник в парк с другого входа, также разорвав ленты и таким же образом вошел. Администрация в очередной раз призывает жителей по возможности оставаться дома. Подмосковными полицейскими раскрыта серия мошеннических действий, совершенных путем инсценировки ДТП. Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МЭУ МВД России Пушкинская задержаны участники организованной группы. Установлено, что один из злоумышленников, двигаясь в плотном потоке на автомобиле, целенаправленно подыскивал водителей преклонного возраста и совершал опасный маневр, вынуждая тем самым водителя проехать как можно ближе к припаркованной на обочине иномарки, в которой находились его сообщники, а сам скрывался. Далее участники преступления на второй иномарке догоняли автомашину пенсионера и принуждали его остановиться. Один из мошенников сообщил мужчине о якобы произошедшем ДТП, а второй в это время с помощью наждачной бумаги наносил на его автомобиль механические повреждения, якобы подтверждающие факт столкновения транспортных средств. После этого автоподставщики звонили подельнику, который исполнял роль сотрудника правоохранительных органов. Он пояснял водителю, что страховая компания ущерб от дорожно-транспортного происшествия не возместит. Оформление необходимых документов затянется на 2-3 часа и рекомендовал разобраться на месте. Второй звонок совершался якобы в автосервис, однако тот же злоумышленник, выступая в качестве автомастера, сообщал пенсионеру сумму денег за ремонт автомобиля. Участники группы во время общения с потерпевшими представлялись сотрудниками различных силовых ведомств и в связи с тем, что они торопятся к месту службы, соглашались на меньшую сумму. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении преступлений и при участии Росгвардии задержали их по местам проживания. Ими оказались трое жителей Москвы в возрасте от 28 до 38 лет. Установлена причастность участников группы к совершению четырех противоправных деяний на территориях Дмитрова, Пушкина, Талдама и Щелкова. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей. Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В подмосковном Орехово-Зуево произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома. К этому привел взрыв бытового газа. В одной из квартир на третьем этаже взорвалась газовая колонка. Это привело к тому, что полностью обрушились квартиры верхних этажей второго подъезда. Всего повреждены 10 квартир. Из них 5 полностью разрушены. В результате ЧП погибли 3 человека. Всего пострадало 9 человек. Из них 5 человек доставлены в ЦРБ. Один человек отказался от госпитализации. После ЧП жильцов соседних подъездов дома эвакуировали. Ситуацию с ЧП взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он приехал на место происшествия сразу после взрыва и заверил граждан, что вопросы дальнейшего размещения пострадавших будут решены в ближайшее время. Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Павлова-Посадский задержан ранее неоднократно судимый 20-летний житель Павловского посада, подозреваемый в совершении кражи. Установлено, что злоумышленник воспользовался моментом, когда его соседка по коммуналке находилась на стационарном лечении, выбил входную дверь и незаконно проник в ее комнату, откуда похитил 55 тысяч рублей, документы, иконы, а также 9 юбилейных и памятных медалей, среди которых оказались медаль малолетнего узника фашистских концлагерей «Непокоренные» и медаль «Дети войны», принадлежа 87-летней пенсионерки. Они у вас где-то все в одном месте хранились? Где-то хранились в одном месте? Они были все вместе в сумочке. Сумочка серенькая, вешать нафтак. Вот в середине, там была такая кошечка, и там застегивалась этой молнией, и там были все мои. По данному факту, следователем следственного отдела межмуниципального отдела МВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска его комнаты полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Мужчина пояснил, что остальное он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также местонахождение остальных похищенных вещей. В отношении задержанного избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Начальник межмуниципального отдела МВД подполковник полиции Илья Юхман посетил пенсионерку по месту жительства и вернул ей изъятые награды и документы. Я очень благодарна вами, мои дорогие, что вы нашли мои медали, а остальные тоже могут войдать. Я рада очень, что вы приехали ко мне и поздравляете, и что меня так приняли хорошо. Я была в концлагере в Литве, город Паневежис. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на выходные ушли все школы города, дом культуры, дом молодежи, баня, спортивная школа, библиотека, бассейн. На особый режим работы перешли многие организации и учреждения. Многофункциональные центры Московской области приостанавливают свою работу до 30 апреля. В соответствии с указом президента Российской Федерации об объявлении нерабочих дней от 2 апреля 2020 года все многофункциональные центры приостанавливают очный прием и выдачу документов до конца месяца. МФЦ могут осуществлять прием и выдачу документов только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующие неотложного решения. Записаться в МФЦ при возникновении таких случаев можно по телефону горячей линии 8 800 550 50 30. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде на региональном портале услуги.мосрек.ру и едином портале госуслуг госуслуги.ру. Задать вопросы о порядке получения услуг в электронном виде можно также по телефону горячей линии 8 800 550 50 30 с 8 до 20 часов. Отдел социальной защиты Трогорска работает в режиме приостановления очного приема граждан. Консультации все мы даем по телефону. Все телефоны у нас операторы сидят, работают, принимают, отвечают на звонки. Таким, контакт и обратная связь абсолютно нормальная. 3 20 56 наш телефон отдела. 3 20 57 это наши, как бы можно сказать, горячие линии, горячие линии. Кроме всего прочего работает комплексный центр социального обслуживания, принимает заявки от населения по различным трудностям возникшим у граждан по доставке продуктов, питания, лекарственных средств. Принимает заявки такие по телефону 3 05 26. Пожилым людям Подмосковья 65 лет и старше будет выплачена материальная помощь в размере 3 тысяч рублей. Начиная с 26 марта, первая половина в размере полутора тысяч, а вторая половина средств 14 апреля. Выплаты поступят на счет автоматически, никаких заявлений или дополнительных документов предоставлять нет необходимости. Жителям, которые уже получают меры соцподдержки, все льготы и компенсации будут продлены автоматически. Документы и справки предоставлять не нужно, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Прекращений предоставления мер социальной поддержки не будет. Меры социальной поддержки в полном объеме будут продолжены, как все уже знаете, но льготные категории граждан, чтобы имели в виду, что документы все равно надо будет предоставлять после отмены карантина и, соответственно, тоже иметь эти документы, имеющие права на меры социальной поддержки. Мы постоянно в работе, мы ни в день, ничего у нас выходных не будет. Вот, поэтому работаем очень усиленно, разъясняем, консультируем, проверяем, подсказываем. Ну и все, конечно. Единственное исключение – отсутствие очного приема. МОСОБЛЕРЦ Жителям старше 65 лет напоминаем о соблюдении самоизоляции. Не выходите из дома без причин. Если вы идете оплачивать жилищно-коммунальные услуги, просьба пользоваться средствами индивидуальной защиты, приходить в масках и соблюдать дистанцию в очереди. Платежи принимаются как наличным, так и безналичным способом. Электрогорский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области информирует. С 25 марта по 30 апреля в электрогорском отделе ЗАГС установлен режим работы. Вторник, среда, пятница с 8 до 12 и с 13 до 17 часов. Суббота с 8 до 12 и с 12.30 до 16.30. Четверг – неприемный санитарный день. Воскресенье, понедельник – выходные дни. Прием граждан осуществляется по следующему графику. С 8 до 9.00 – запись на прием по вопросу выдачи повторных документов по телефону. С 9 до 12.00 и с 13 до 16.00 – прием заявителей по Заявлением, поданным посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг за исключением заявлений на государственную регистрацию рождения и смерти. По ранее поданным заявлениям регистрация смерти. Заявлением, ранее поданным, с 16 до 17.00 – выдача повторных документов регистрация смерти, запись на прием по телефону по вопросу выдачи повторных документов. В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Московской области временно приостановлены. Торжественная регистрация брака. Регистрация заключения брака проводится вне торжественной обстановки, без участия гостей, либо при желании заявителей переносится на более поздний срок. Проведение торжественных мероприятий, имя наречения и чествование юбиляров семейной жизни. Телефон горячей линии Электрогорского отдела ЗАГС 8-496-43-3-16-30. Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» городского округа Электрогорск Московской области в период до 30 апреля текущего года работает в штатном режиме. Хочу отметить, что жители городского округа Электрогорск, которым необходимо оформить документы на захоронение или под захоронение, должны предварительно обратиться в органы ЗАГС для получения свидетельства о смерти. Запись в органы ЗАГС производится предварительно, после чего можно будет получить свидетельство о смерти. То есть документ, который необходим для того, чтобы приложить его в пакете документов в МФЦ. МФЦ городского округа Электрогорск также работает в штатном режиме по оказанию данной услуги. Документы, которые поступают нам на рассмотрение, будут рассмотрены в кратчайшие сроки, и жители получают соответствующее разрешение в МФЦ. К нам приходить не нужно. Тем не менее, муниципальное казенное учреждение «Ритуал городского округа Электрогорск» оказывает консультационные услуги по всем необходимым вопросам, интересующим наших жителей. Телефон для справок 8 991 307 22 00. Уважаемые жители и гости города, сообщаем, что на период действия режима самоизоляции и повышенной готовности из-за вспышки коронавируса Электрогорское кладбище закрыто для посещения. Исключения будут сделаны только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. Жители Электрогорска каждый год посещают кладбище во время весенних православных праздников. Верное воскресенье, Пасха, Красная Горка, Радоница. Эти праздники приходятся на 12, 19, 26 и 28 апреля. И, соответственно, посещать в эти дни кладбище пока будет нельзя. Такое печальное, но необходимое в нынешних условиях решение регламентируется новым постановлением главы Московской области Андреем Воробьевым по усилению мер по борьбе с коронавирусом в регионе. Заболеваемость с коронавирусом в России на прошедшей неделе заметно пошла в рост. Радует, что в рост пошло и число выздоравливающих. Вопросы, как уберечься от коронавируса, волнуют сейчас нас всех. Советами о том, как избежать опасного заболевания, сейчас переполнен интернет. Но что действительно надо делать и почему действовать нужно прямо сейчас, могут рассказать только профессионалы. 2 апреля президент Владимир Путин продлил каникулы в связи со вспышкой коронавируса. Всем жителям рекомендуется находиться на самоизоляции и выходить на улицу только по нуждам. Расширенный комплекс мер по борьбе с опасной инфекцией введен и в Электрогорской больнице. Но самый безопасный и самый простой способ избежать заражения и сохранять свое здоровье и здоровье близких на сегодняшний день один. Хотелось обратиться к нашим уважаемым жителям и также гостям нашего городского округа Электрогорск в связи с тем, что сейчас определенная эпидемиологическая обстановка, в связи с тем, что мы стараемся не допустить развития коронавирусной инфекции в нашем городском округе, необходимо, конечно, соблюдать режим самоизоляции. Без надобности в части больницы, я бы хотел сказать, что без надобности по телеклинике не посещать. Есть у нас телефон колл-центра, который позволяет осуществить вызов на дом. Также в случае, если колл-центр по каким-то причинам дозвониться не можете, жители могут позвонить всегда по прямому телефону. Телефон колл-центра это 8 800 550 50 30, а телефон нашей регистратуры взрослой поликлиники 306 00. В связи с установлением в городе высокого риска распространения инфекции, все силы врачей направлены на оказание лечения и помощи как большим, так и маленьким пациентам на дому. И медики очень просят всех, кто запланировал поход в поликлинику, сначала созвониться с медицинской службой города по телефону 2 80 90 и сообщить цель своего визита. Стараемся решить многие вопросы дистанционно, соответственно, возможно, ваш вопрос будет решен также дистанционно, и вам не придется посещать поликлинику. В соответствии с других случаях, естественно, вы придете в поликлинику за помощью. Также хотел обратить внимание лиц старшего возраста, старше 65 лет. Вам предназначено в настоящий момент соблюдать строгий режим самоизоляции, поэтому все вызовы будут осуществлены и к вам приедут врачи. При необходимости экстренной помощи вам окажут эту помощь скорая медицинская помощь. На сегодняшний день медицинским работникам оказывают помощь волонтеры и социальные работники, которые забирают выписанные рецепты, покупают лекарства и разносят по квартирам людей. Также, если необходимы еще больничные, еще какие-то вопросы, также выписывается все по телефону и дистанционно. Также телефон, еще раз повторяю, 2-80-90. То же самое относится и к оказанию детской помощи. В настоящий момент помощь оказывается также приоритетно на дому, но, соответственно, при необходимости можно также посещать. Но также убедительная просьба при посещении, перед посещением набрать телефон регистратуры детской поликлиники 3-05-19 и также сказать цели своего визита. Если пациенты с симптомами АРВИ приходят в поликлинику самостоятельно, то для таких категорий больных во взрослой и детской поликлинике предусмотрены отдельные входы в специальные боксы. Именно там врач осматривает пациента, назначает анализы и лечение и решает вопросы госпитализации. У нас в больнице принимаются анализы на коронавирус. Соответственно, есть определенные критерии, по которым мы производим эти заборы. Машина отправляется ежедневно в лабораторию. Данные анализов размещаются в электронной программе, в которой мы узнаем, есть ли положительные результаты, либо их нет. На данный момент есть заболевшие? На данный момент в нашем городском округе инфицированных не зарегистрировано. Ежечасно в больнице проводятся меры профилактики по нераспространению вируса среди людей, приходящих на прием. Учитывая обстановку, кратность ее увеличилась. Мы ежечасно обрабатываем и перила, и ручки, и входные двери. Все, за что может прикасаться или посетители, или медицинские работники. Все медицинские работники работают в масках. К чему мы призываем наших посетителей тоже, если вы посещаете лечебное учреждение, желательно оградить себя от контакта с другими пациентами. И все-таки в лечебном учреждении при возможности носить маску. А людям что делать дома, в магазине? Как себя защитить? Самое главное, какие сейчас средства безопасности? Все средства массовой информации уже дают рекомендации по самосохранению, чтобы уберечь нас всех от заражения вирусом. Поэтому мы тоже самое рекомендуем, что и везде. Во-первых, самое главное, чтобы вы мыли руки как можно чаще после посещения любых. Будь то магазины, будь то какие-то другие заведения. В общем, после выхода на улицу нужно помыть обязательно, конечно, руки. Медики призывают жителей и гостей города не поддаваться панике. Людям, которые получают бесплатное лекарство по рецептам, стоит обратиться за новым рецептом по телефону поликлиники, в то время, когда истекает срок действий предыдущего рецепта. Новый рецепт на лекарственные препараты будет выписываться дистанционно. Сейчас важно всеми силами бороться с распространением вируса. И это дело становится личной ответственностью каждого. Люди все равно приходят в поликлинику, все равно идут с теми или иными проблемами. Как обстоят в поликлинике дела? Учитывая эпидемиологическую обстановку, мы перенесли все сроки, перенесены все сроки плановых обследований, плановых госпитализаций, плановых направлений на какие-либо обследования в другие клиники. Хотелось бы попросить жителей, чтобы все-таки с температурой и с признаками ВОРВИ вы не ходили в поликлинику, а вызывали врача на дом или скорую помощь, когда это требуется. Врачи призывают граждан быть сознательными и терпеливыми. Медики делают все возможное, чтобы всем оказать необходимую помощь. И не забывайте, что доктора, медсестры, медбратья и другой персонал больниц самые подверженные заражению группа, несмотря на защитные костюмы и маски. И несмотря на это, они каждый день стоят на своем посту ради защиты наших жизней. Со своей стороны мы тоже должны позаботиться о себе, избегать лишних контактов, не ходить без лишней надобности в поликлинику, соблюдать личную гигиену. Возможно использовать всякие дезинфицирующие средства. Сейчас очень много всевозможных аэрозолей продается для рук. Можно использовать баллончики с аэрозолем и добавлять туда любые спиртосодержащие препараты, которые тоже будут являться дезинфектантами. Также очень удобно пользоваться одноразовыми салфеточками, дезинфицирующими средствами. И это защитит вас от распространения такой инфекции, и ручки ваши будут чистыми. Самое главное, не нарушать самоизоляцию, прислушаться ко всем рекомендациям и оставаться дома. И будьте здоровы! Все службы города во главе с администрацией принимают максимальные меры по предотвращению коронавируса. Детские сады, школы, большая часть организаций города находятся на выходных. А вот предприятия, выполняющие неотложные и непрерывные работы, а также обеспечивающие жителей продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, транспортными услугами, работают в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Съемочная группа телеканала узнала, какие меры принимаются, и как они помогут защититься от коронавируса. Распространение коронавируса вынудило многих россиян перейти в режим самоизоляции и минимизировать контакты. Однако полностью исключить выходы на улицу невозможно. Люди, по меньшей мере, регулярно посещают продуктовые магазины. Калитрогорская работает в обычном режиме, то есть каждый день с 8 утра до 5 вечера. Значит, все сотрудники, как вы видите, носят маски, перчатки, обрабатывают прилавки антисептиком, раствором специальным, которым мы им выдаем. Измеряется температура всех сотрудников, которые приходят торговать. Ну и, соответственно, на самом деле уборка проходит ручек, дверных проемов, и всего остального там, то есть вот все в таком режиме рабочем происходит. Все торговые точки получили специальные рекомендации и инструкции по борьбе с коронавирусом. Уважаемые жители нашего города и гости нашего города, хотелось бы дополнить информацию по работе нашего сельскохозяйственного рынка. На данный момент рынок у нас пока функционирует и работает в обычном режиме. Крытый рынок работает с 9 до 18.00. Улица, которая продовольственные товары и вещевые товары, которые у нас располагаются на улице, работают с 9 до 15.00 со вторника по воскресенье. Все меры безопасности и меры обработки, все они соблюдаются и применяются руководством нашего рынка. Все контролируется, потому как ситуация действительно сложная. Мы за этим следим и смотрим за контролем. Администрация города ежедневно контролирует ситуацию во всех магазинах, аптеках и торговых точках, которые на сегодняшний день работают на территории Электрогорска. Уважаемые жители и гости нашего города, хотели до вас довести информацию о том, что продовольственные магазины нашего города работают для вас, без введения ограничений. За последние две недели увеличился спрос на продукты питания первой необходимости, а именно крупы, сахар, мука и охлажденное мясо куриное. Поэтому наблюдался незначительный дефицит данных продуктов. Мы обязаны успокоить вас и сообщить о том, что мы ежедневно проводим мониторинг наличия продуктов в магазина и направляем в Министерство сельского хозяйства и Министерство потребительского рынка эту информацию для оперативной работы с распределительными центрами. Также хотели сообщить вам о том, что в некоторых сетевых магазинах установлены свои правила ограничения. Такие магазины, как «Пятерочка», ввели определенные часы для посещения пожилых людей в магазины. Для них работают магазины с открытия с 8 часов и до 10. Именно в это время мы просим всю оставшуюся категорию жителей, не пенсионеров, ограничить посещение в данный период времени в магазинах, так как дать возможность приобрести продукты именно пожилым людям для сокращения данной инфекции. Несмотря на все принятые меры профилактики, заболевания и покупателям не стоит забывать о собственной защите и защите людей, которые вышли на работу для того, чтобы вы сидели дома и чувствовали себя в безопасности. Не забывайте надевать маски и перчатки, пользоваться антисептиками и соблюдать все меры предосторожности. Сотрудники сетевых продуктовых магазинов уверяют покупателей, что сбоя в поставках не существует и все необходимые продукты имеются в наличии на полках. Уважаемые покупатели, ждем у нас в магазине вас. Продукция приходит регулярно, сбоев, надеемся, таких больше не будет. Всегда все в наличии, приходите, ждем вас. Дезинфекцию также провели и на детских площадках, а с 30 марта все игровые комплексы законсервировали. Огромная просьба уделить особое внимание поведению ваших детей на детских игровых площадках. То есть, понимаете, чтобы они не рвали, не уничтожали то, что сделано, не поджигали. Это большая просьба такая. Для чего это делается? Это делается для ограничения доступа большого количества детей и родителей с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. После того, как все детские площадки были закрыты, мы увидели, что большинство граждан соблюдают меры профилактики и самоизоляции. На улицах пусто, люди выходят только по необходимости. С 16 марта управляющие организации приступили к ежедневной комплексной дезинфекционной обработке подъездов многоквартирных домов. Мера направлена на нераспространение новой коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяют дезинфекции входных групп, мест общего пользования многоквартирных домов. В ежедневном режиме подъезды обрабатывают специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. В подъездах вывешены графики уборки, а для работников проведен дополнительный инструктаж по соблюдению мер безопасности. В соответствии с постановлением губернатора Московской области, в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции силами управляющих компаний, проводится ежедневная обработка мест общего пользования подъездов первых этажей. То есть туда включены перила, домофонные панели, кодовые замки, дверные ручки, двери, почтовые ящики. Если в доме есть лифт, то обрабатывается лифтовая кабина, полы, тоже панель управления лифтом, вентиляционные решетки в лифте. Какие меры профилактики соблюдают сами работники, которые производят дезинфекцию? С работниками проведен инструктаж, выданные средства защиты, респираторы, перчатки, очки, все, что необходимо. Видимо, выданы распылители, раствор, который они разводят, производят обработку через распылители, обрабатываются перила, протираются тряпками. Дезинфицируют подъезды средствами, которые безвредны для человека и животных. Жители сами могут убедиться в проведенной работе. В сложившейся в стране ситуации 29 марта патриарх Московский Евсея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса. В помощь всем городским службам подключились сотрудники полиции. Они приступили к патрулированию улиц Электрогорска в связи с введением режима самоизоляции на территории региона. Уважаемые жители города Электрогорск, на основании постановлений губернатора Московской области от 29 марта 2020 года о введении в Московской области режима повышенной газовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции призываем вас соблюдать режим самоизоляции. На улицы города вышел патруль, который информирует граждан о введении в области режима самоизоляции. В первую очередь проверяют парки, центральные улицы, места возможного массового скопления людей. Гражданам, работающим на предприятиях, деятельность которых не приостановлена, при перемещении по городу желательно иметь при себе подтверждающий этот документ. Всем остальным рекомендовано выходить из дома только в случае крайней необходимости, в ближайший магазин за продуктами или в аптеку. Разрешается также выгул домашних животных в радиусе не более 100 метров от дома и вынос бытового мусора на контейнерную площадку. На сегодняшний день сотрудниками отдела полиции организовано постоянное, практически круглосуточное патрулирование наших улиц, где мы на постоянной основе разъясняем нашим жителям о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Сотрудники участкового и службы передвигаются на машинах, информируют население. Скажите вообще, встречаются нарушители? Есть такие случаи? Вы знаете, как таковых злостных нарушителей мы не встречаем. Я хотел бы отметить, что действительно люди города Литрогорска достаточно серьезно относятся к режиму самоизоляции. И в основном все передвижения связаны с тем, чтобы пойти в магазин, купить себе продукты питания, либо сходить в аптеку. Ну, количество нарушений в общественных местах, наших основных нарушений общественного порядка, появлений в пьяном виде, сейчас, конечно, в разы уменьшилось. Но, тем не менее, единичные случаи, конечно, остаются быть. Но в большинстве своем хотел бы поблагодарить жителей, что они относятся к этим мероприятиям очень серьезно. Очень серьезно. Это приятно, это отрадно. Если же нарушители все же встречаются, то на первоначальном этапе правоохранители будут предупреждать о недопустимости и опасности пренебрежительного отношения к установленным запретам. Такая анкета есть, она заполняется для обобщения сведений. Потому что просто гулять надо заминимизировать нахождение. Нет, мы не гуляем. Каждому из них сотрудники полиции выдают уведомления с указанием личных данных и призывают жителей ответственно отнестись к ограничительным мерам, без необходимости не выходить из дома. Заключительная четвертая учебная четверть началась на неделю позже обычного. Еще одна ее особенность – каждый учится у себя дома. Педагоги преподают школьникам уроки при помощи самых разных платформ. В основном это видеосвязь, интернет-сайты и мессенджеры. Как стартовало дистанционное обучение, мы поинтересовались у педагогов и учащихся школы номер 14. Давайте еще разочек я вам напомню, как вы выполняете домашние задания. Уже по биологии было данное задание, да? Пройден материал по витаминам. Помните, что мы заполняем таблицу с учетом дополнительного материала. На первый взгляд, такой вид школьного урока кажется необычным. С 6 апреля по постановлению губернатора Московской области во всех образовательных учреждениях города началось дистанционное обучение. Временное закрытие школ ставит учителей, детей и родителей перед необходимостью быстро адаптироваться к новым условиям. Прежде всего, оборудовать каждое рабочее место педагога и понять, какие возможности у учеников в этом отношении. Дистанционное обучение в нашей школе проходит в смешанной форме. Это онлайн обучение и оффлайн обучение. В рамках онлайн обучения наши учителя проводят в первой половине дня онлайн занятия, а во второй половине дня онлайн консультации. Они проводятся на платформе Zoom, которую мы определили для работы. В режиме оффлайн наши учителя выдают задания через школьный портал. Задания выдаются из учебника, из тех пособий, которые выданы учащимся на руки, а также с применением электронных ресурсов, которые тоже были выбраны. Это площадки Фоксфорд, Физикон, Учиру и прочие на усмотрение учителя. Занятия сегодня проходили в восьмом классе при помощи системы Zoom. Урок проходил с компьютера. Данная платформа позволяет в течение 40 минут общаться почти со 100 участниками, и этого вполне достаточно, ведь в каждом классе гораздо меньше учеников. В режиме онлайн удается объяснить новый материал и дать домашнее задание. Задания прикрепляются в школьном портале в виде ссылок на онлайн-лекции, на аудио и видеоматериалы, и также задания в тестовой форме и задачи. Затем учащиеся отправляют в школьном портале учителю выполненные задания и, соответственно, получают за них оценки. До перехода на дистанционное обучение казалось, что цифровые технологии всегда присутствовали в нашей жизни и что мы успели овладеть ими в совершенстве. Но когда оно перестало быть альтернативой и стало единственным вариантом, мы ощутили, что работать в сети несколько сложнее. Эта система очень сложная, непривычная для нас. Все педагоги работают удаленно, дома, за компьютерами. С компьютерами, естественно, происходят технические сбои. Вот в основном все проблемы у нас связаны именно с техническими сбоями, потому что электронные площадки, тот же школьный портал постоянно из-за перегрузки работает некорректно, нет возможности полноценно вести педагогическую деятельность именно посредством школьного портала. Но мы выходим из положения. У нас есть учительские чаты, у нас есть родительские чаты и детские в мессенджерах. Поэтому обучение не прерывается, даже несмотря на технические сбои. Педагоги делают вывод, что детям легче обучаться в школе, видеть учителей, общаться вживую, поэтому они также чувствуют проблемы, связанные с нехваткой общения со сверстниками. Сначала было непривычно, но потом, если разобраться, все понятно и ясно. А вот скажи, все-таки в школе лучше обучаться или вот такая форма тоже приемлема? Мне кажется, лучше в школе, потому что там ты встречаешься с своими наклассниками, и там есть живое общение. Ну, в онлайн-обучении ты сам выбираешь те темы, которые тебе больше подходят и которые ты должен усвоить. А в школе твоя программа не отличается от других учеников, и вы учите все вместе, и вам объясняют все одинаково. А при обучении дома обучение твое отличается немножечко от школьного все-таки. Ну так вот, поделитесь просто своими эмоциями на самоизоляции. Все-таки сложно сидеть сейчас, это период для вас трудный, или какие-то плюсы можете из этого извлечь все-таки? Ну, пока мы сидим дома, есть, наверное, несколько плюсов. Для меня это то, что мне надо искать тяжелый учебник. Ну, а вообще особой разницы нету. Информацию мы получаем практически такую же, что и в школе. Как думаете, повлияет ли вот такой большой перерыв вне посещения школы на результат экзаменов? Как думаете сами лично про себя? Ну, мне кажется, то, что если выполнять задания, которые задают сейчас, и как бы не отставать от программы, то, скорее всего, разницы не будет. Но если на самом деле все это пропускать и думать, что обойдется, ну, могут быть какие-то пробелы и проблемы потом с обучением. Но вместе с тем, в связи со сложившейся ситуацией, педагоги с интересом включились в новый формат и с каждым днем совершенствуют свою работу в роли онлайн-преподавателей. Но и родители, и дети, и сами педагоги понимают, что для полноценного погружения в новую реальность требуется время. Главное – использовать это время конструктивно и всегда оставаться на связи. С 26 марта по 30 апреля для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями, введен обязательный домашний карантин. Самоизоляция этих категорий граждан из-за коронавируса меры вынуждены. И тут без посторонней помощи не обойтись. Врачи дистанционно выписывают им больничные лекарства, волонтеры разносят продукты, предметы первой необходимости, лекарства, газеты на дом. Правительство региона переводит денежную компенсацию на карту. В правительстве Московской области, в Министерстве социального развития, был разработан ряд мер социальной поддержки гражданам, которые старше 65 лет и входят в группу риска. Это 3000 рублей, сумма, которая выплачивается двумя частями. 1500 рублей – это тем, кто находится на карантине. И вторые 1500 рублей, которые будут выпущены 14 апреля, это после карантина. Выплату в 3000 рублей автоматически зачислят на счет, на который ежемесячно перечисляются пенсии и другие социальные выплаты. На эти выплаты имеют право граждане старше 65 лет или обладающиеся хроническими заболеваниями. Выплаты назначаются в автоматическом режиме. Если кто-то по какой-то причине выплату не получил, то нужно обратиться на телефон горячей линии управления социальной защиты 32056 и уточнить, по какой причине выплата была не сделана, и в случае необходимости предоставить выплатные реквизиты для зачисления мер социальной поддержки. Единоразовая выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Лично обращаться за оформлением выплаты не нужно. Сотрудники соцзащиты все сделают сами. Тем, кто получает пенсии через почтовое отделение, выплату доставят на дом. Для начисления мер социальной поддержки это, конечно, возраст. Если это хронические, больные, чтобы заболевание входило в перечень, ну и, соответственно, прописка в Московской области. То есть, если супруги, они оба получают, живут вместе, да? Да, если супругам, допустим, в одной семье 65 лет и старше, да, конечно, они оба получат. Но здесь очень важный момент, что эта выплата платится до начала наступления карантина и после. Вот кто не успел, допустим, кто-то лежал в больнице, отдыхал в санатории, был у детей, приехал, обнаружил, что ему положено, что ему делать? Ему нужно обратиться на горячую линию управления социальной защитой, телефон 32056 и предоставить уплатные реквизиты. Все выплаты были сделаны в автоматическом режиме. То есть, все равно не получится? Конечно, да. Если есть в базе данных реквизиты, то, конечно, выплата будет начислена. Сейчас производится нашими специалистами обзвон для выяснения выплатных реквизитов и после этого будут формироваться новые списки для начисления выплаты. Выплату получат люди с инсулинозависимым сахарным диабетом, хронической болезнью легких, бронхоэкстазией, легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения, с наличием трансплантированных органов и тканей, с хронической болезнью почек, злокачественными новообразованиями и люди, перенесшие инфаркт и инсульт. На социальную поддержку могут рассчитывать и самозанятые и уволенные жители Московской области. Для этого в Центре занятости необходимо оформить ежемесячную выплату по безработице, размер которой варьируется от 1500 рублей до 1500 рублей. Жителям, которые попали в трудное положение и потеряли по какой-то причине работу, можно обратиться в Центр занятости на пособие. Пособие в составе до 1500 рублей. И одно из условий – это чтобы человек отработал в этом году не менее 60 рабочих дней. Также напомню, что социальные пособия и льготы в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически. Далее погоди. Погода на выходные будет изменчивой. Южный циклон принесет ненастие. Его поступление будет сопровождаться резким порывистым ветром, осадками в виде дождя и мокрого снега и дальнейшим понижением температуры. В субботу днем плюс 5, плюс 7, в воскресенье плюс 4, плюс 6. В ночные часы около нуля. На этом у нас все новости. Над эфиром работали Кирилл Чиняков, Дмитрий Морозов, Анна Вязгина, Ольга Костина, Александр Суслов. В студии работала Татьяна Пыринова. До встречи на канале ТВЛ. Хороших выходных. Не болейте. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова